Военный информационный канал ДАДО-79 представляет Чей Крым? Крым наш. Армянский или российский? Вернее, ваш. Ну, а если честно, Крым российский. Россия реально спасла Армению и армян. Если бы не вмешательство России, то неизвестно, где остановились бы азербайджанские войска. Я слышал кучу претензий к России, в том числе от моих армянских друзей. Почему Россия не ведет войска, почему не задействует статью ДКБ? На что вежливо говорил. А как? Вы же не признали Карабах. Вы же не сказали, что Карабах часть Армении. Он не покрывается зонтиком договора. Что вы требуете от России, когда власть Армении не нашла в себе силы сказать, а каков статус Нагорного Карабаха? Как передает Ахарас, об этом сказал российский телеведущий Владимир Соловьев в ходе интервью с главой армянской партии Родина, бывшим директором СНБ Армении, кандидатом на пост премьер-министра страны Артуром Ванецаном. Бывшие власти армии не признавали Карабах только из-за того, чтобы не выходить из переговорного процесса. То есть решить вопрос мирным путем. Но был план, если Азербайджан начинает военные действия, и они продолжаются несколько дней, то сразу признают. То есть на третий-четвертый день уже нужно было признавать. Никол Пашинян, этот капитулянт, не нашел в себе силы или грамотности, или, может, он специально не сделал ничего и не признал Карабаха. И винить Россию в том, что Россия не помогла, это... Ну, Россия реально спасла Карабаха. Потому что если бы не наши миротворцы, то неизвестно, где бы остановились азербайджанские войска. Россия реально спасла, Россия реально участвовала очень активно. Но нужно понять, почему так случилось. Три года новая власть Армении на постоянной основе портила отношения с Российской Федерацией. Вспомните все заявления капитулянта и его популистической команды. И поймете, что будет. Я еще думал, что Россия могла бы вообще по-другому себя вести. Россия четко помогла, и Россия продолжает помогать. Сегодня в Карабахе живут люди. И эти люди живут под покровительством, под защитой российских миротворцев. Не надо этого забывать. Насколько тяжелый удар это поражение для армянского народа? Вот какая сейчас атмосфера в Ереване? Потому что меня удивило, когда сначала эта страшная боль для полутора миллионного населения Армении. Потери пяти тысячи своих львов, это то же самое, что несложно посчитать. Что если бы Россия потеряла, соответственно, умножьте на пропорцию. То есть здесь полтора миллиона, у нас почти 150 миллионов. Здесь пять тысяч, сколько было бы у нас? Прости, это страшные потери. Это страшные потери. Мы имеем потерю 75% территории. Мы имеем почти пять тысяч погибших в этой войне. Много беженцев из Карабаха, людей, которые сейчас остались без дома. И множество людей. И им не сладко в Армении. Им не сладко в Армении. Потому что, к сожалению, в Армении раздаются голоса, зачем вы вообще нужны. Что вы понаехали, кому вы нужны. Теперь что делают? Вот эти власти, они хотят закрыть тему Карабаха, сказать, что все, вопрос урегулирован. Войны не будет, армии не будет, мы будем жить и процветать. Но как? Как мы это сможем сделать? Ну как, очень просто. После войны отдайтесь Турции. Что думаете вы? Подпишитесь на канал, ставьте лайки и комментируйте.